12 мая прошлого года начался капитальный ремонт новощупного ряда. Все работы решили проводить в два этапа. Первый должен был закончиться 12 января 2021 года. За это время подрядчик должен был сделать участок от Преображенской до Водопроводной. Однако уложиться в запланованные сроки не смогли, поэтому было принято оригинальное решение. С 30 января приступить ко второму этапу и параллельно завершать первый. Если верить схемам, которые публиковал городской департамент транспорта, также будет прикрыт въезд с автостанции «Привоз» на улицу Водопроводную. Первый этап реконструкции должен был проходить по новощупному ряду. И управление дорожного хозяйства вместе с подрядчиками организовало нам въезд и заезд с вокзала со стороны улицы Водопроводной. После окончания первого этапа реконструкции должны были приступить ко второму, обеспечив нам заезд и выезд по улице Екатеринская. На данный момент первый этап не закончился, но управление дорожного хозяйства решило перейти ко второму этапу реконструкции. Возникла дилемма, как выезжать и заезжать автобусом на автостанцию «Привоз». Компромисс все-таки нашли. Перекрыть дорогу не от итальянского бульвара до выезда из автостанции Старосиная, а от пешеходного перехода рядом с автостанцией «Привоз». Будет перекрыта не вся улица водопроводная до Старосиной, до выезда из автостанции Старосиной, а частично. То есть до пешеходного перехода, где идет между автовокзалом «Привоз» до магазина «Копейки». Есть, конечно, неудобства, но функционировать в таких условиях мы сможем. Знаки по улице водопровода будут установлены в ближайшее время. Изменена также схема движения автобусных маршрутов номер 117, 149, 220, 128, 201, 202, 214 и 121. Некоторые будут объезжать через переулок Высокий, а те, которые имеют конечную остановку на Старосиной площади, через привокзальную площадь. Подрядчики из Росдорстроя, затянувшийся ремонт на одной из самых оживленных транспортных развязок центра города, комментируют так. 12 июля по распоряжению, а мы как бы планируем раньше закончить, в апреле месяце. Есть корректировка, которая не от нас зависит, погода. Ведь сейчас надо работать две смены, мы настроились работать две смены, а погода не дает. Вот как только распогодится, можете приходить и ночью нас найдете. Напомню, тендер по выбору подрядчика капремонта со второй попытки выглала компания Росдорстрой, которую связывают с мэром Одессы. Прошлым летом в горосполкоме показали эскизы того, что планируют превратить на вощипной ряд после реконструкции. Подрядчик планирует освоить 158 миллионов гривен. За эти деньги он должен будет провести обновление дорожного покрытия улицы, заменить трамвайное полотно и рельсы, контактную трамвайную сеть, остановочные комплексы, обустроить пешеходные тротуары, выполнить работу по организации дорожного движения. Кроме того, подрядчик обязуется заменить все жизненно важные коммуникации. За ходом работ сегодня пристально следит вся Одесса. Кристина Черновалова, Константин Нечерет, Телеканал Репортер.